всем здорова всем привет с вами серёга значит ребят задают все чаще вопросы люди по поводу разницы между корпусами и лежаками стремаются людишки что брать какой улей выбрать но я уже говорил не раз в старых роликах но люди видать все ждут думать что там серёга выложит ролик можешь расскажет полезное что там подскажет но она уже все есть на канале только там нужно листать старые ролики есть по этому всему ну и в общем ну я не знаю подведу итоги этого года но я вам сразу хочу сказать что в лежаках мне намного приятнее работать чем в корпусах корпус он ну в нем во первых проседает быстрее пчела за счет того что ограниченное количество рамок в корпусе вот у меня допустим 10 рамочные матки нема где как разгуляться то есть во время главного медосбора если маткой могла бы где-то пробежаться по рамочкам где-то яйцо кинуть подсеять чтобы это как бы не так негативно сказалось на втором заходе по медосбору потому как пчела имеет свойство все же проседать на подсолнухе то ей нема как то есть мы ложим аниманов скую решетку на гнездо на нижний корпус и все матка она ограничена как бы там не хотелось пчелы все же заливают подливают гнездо также туда пыльцу несут то есть одна две рамки это с пыльцой две-три рамки это с медом и под засев остается совсем ничего плюс еще там где матка кладет яйцо они еще и туда мед прут поэтому матка ограничено в засеве и за счет этого нарушается вот этот баланс получается дисбаланс и пчела хорошо проседает и попросту пчелы не хватает для того чтобы занести второй раз и мед вот так вот то есть пчела на к в корпусах я заметил что пчела проседает неплохо чего не скажешь о лежаках во первых удобно работать не нужно тягать корпуса не нужно сортировать рамки пчелы все делают сами то есть матка гуляет свободно бегает по рамкам она не ограничена в своих действиях она свободно передвигается она свободно подсевает по медосбору лежаки не отстают меду даже больше приносят чем корпуса если хорошие семьи разрастаются на до двадцати восьми рамок то есть я показывал старых роликах где у меня одна матка и пчелы на весь лежак на все двадцать восемь рамок работает одна матка ну конечно таких семей это на пальцах сосчитать но все же понемножку ты выходишь как пчеловод выходишь на такие семьи и их все больше и больше с каждым годом становится то есть семьи крепнут если пчеловод стремится к этому и уделяет внимание своей пасеки чем больше внимания пасеки уделяет тем лучше то как то так во первых хорошо ващину подставлять хорошо хорошо рамки сортировать возможно повторяюсь может уже сказал и ты не напрягайся в общем и кто там это говорил ну кто там говорит там из пчеловодов много таких что людей говорят что типа ну пчелы привыкли жить вот в дупле и типа корпусные улей это подобие дупла и колоды в общем и они так лучше наоборот силу набирают да нифига они не лучше силу не набирают и я же говорю что во первых корпусах тебе до главного медосбора тебе приходится сортировать как я сказал рамки то есть тебе нужно будет поднимать расплод печатный вверх на выходе поднимать перговые медово перговые перговые рамки вверх поднимать потому что они в гнезде не нужны потому что матки не магде сеять они ну в общем нарушается этот баланс особенно во время главного медосбора тоже нужно успевать это все делать именно уделять больше внимания корпусам потому что пчелы заливают или корпус и заливают и гнездо и понятно дело что меда они тоже приносят но они приносят мед только тогда когда ты работаешь с ними с корпусами а лежак ты просто ну создал нормальные условия там рамочки посортировал ващинку кинул и все они у тебя уже пошли пчела она сама расходится по всему лежаку полностью рассасывается уходишь от потолочины кстати от потолочин уходишь верхник потому что это время занимает ложишь мешки мешок открыл все у тебя пчелиный клуб сразу на лицо так само раз там ващину поставлять вообще налегке то как то так значит по поводу корпуса пчела плохо идет вверх то есть почему мы сортируем поднимаем расплод печатный на выходе сортируем рамки как бы создаем благоприятные условия создаем для того чтобы и матка сеяла и как бы и пчела у нас еще верхнем корпусе было чтобы они вверх верхний корпус занесли и делается это для того чтобы пчела как я и сказал пронесла мед в верхний корпус но если оставить все на самотек то пчелы не идут в верхний корпус они могут вот так как работает в нижнем корпусе такие работают это семьи ну исключение семей которые поднимаются сами вверх верхний корпус так их нужно заставлять заставлять чтобы они вверх и шли потому что сами не хотят идти и это там говорили тоже это я своих старых роликах говорил по поводу бакфаста что ну ребят если бакфаст действительно бакфаст там не помесь какая-то то да там матка и надо чтоб конечно чтоб и матка была хорошая потенциальная чтоб хорошо червила тогда она засевает а пчелы просто не успевают заносить и мед заносить пыльцу матка работает на расплод она полностью засевает весь десяти рамочный корпус засевает вам расплодом там кормов практически ограниченной корма она несет в верхний корпус но цена да именно чтоб действительно бакфаста если бакфаст там помесь какая-то то они будут тоже гнездо мед тащить в общем как то так но тем не менее я работаю у меня есть эти улья и как я и говорил шоу в любой у ли неважно какой вам пчелы пронесут мед главное чтобы вам было удобно понимаете 5 смысл в том что неважно какой улей пчелы они в любой улей пронесут мед но по большей части зависит ну играют роль вы сами играете роль то есть если вам удобно с корпусом работать то вы работаете с корпусом если удобно вам с лежаком работать вы работаете с лежаком и туда и туда пчелы занесут мед равносильно одинаково занесут просто что где-то у вас будет спина страдать а где-то скажем не нужно будет этого делать не нужно будет свою спину нагрузкам ну вы поняли чтобы она под нагрузки попадала то как-то так ребят значить это все что я хотел сказать по поводу лежаков и корпусных ульев все всем пока всем удачи всем счастливо